Первый вопрос Существует группа «Мертвяки», восходящая, естественно, в тексту братьев Стругацких, и учредила эта группа премию за лучшее описание алкогольного возлияния в фантастических текстах. Сама премия представляла собой бутылку армянского коньяка в виде меча, соответственно, полная. Именно в мой год вручения, когда решили вручить мне, эту бутылку по неосторожности и по нетрезвости разбили. Поэтому у меня единственного нетрезвого меча в виде действительно меча висит на стенке, который купили в последний момент, что нашли, то и купили. Вот такая орудненькая история. Но это время, я так понимаю, стало ежегодно, и вы планируете получить целый меч? Ну, поскольку нетрезвый меч – это дело нетрезвое, каждый год народ иногда вспомнит, иногда забудет, но он старается вручать. Вручаются обычно на расходе, но я в этом году, к сожалению, на расходе не попал, поэтому даже не знаю, вручали или нет. Насколько я знаю, в ваших книгах вы, как украинец, упоминаете пиво в баллоне. Это правда? Ну, было одно дело, мой близкий товарищ работал в рекламном отделе, и поэтому старался как-то сотрудничать со мной. Ну, и да, было дело, даже на обложке логотип был, там была изображена яхта, и на парусе был здоровенный логотип. Кроме того, действительно, на парусе одной из дружественных яхт в свое время были пошиты эти паруса при посреди обалоне, и там тоже красуется их логотип. В связи с этим следующий вопрос. Если к вам обратится кто-нибудь из нашей пивоваренной компании «Оливария», вы ее упомянете в своих книгах или вы не продаетесь? Не вижу препятствий. Если у нас здесь есть представители каких-то пивных компаний, пожалуйста, подходите. А у нас уже, я смотрю, готов вопрос. Подходите, молодой человек. Я хотел бы спросить, как именно связаны вы с написанием книг «Ночной дозор» и «Дневной дозор»? Половину «Дневного дозора» написал я. «Ночной дозор» написал Сергей Лукьяненко двумя годами ранее. А, спасибо. Спасибо, подходите. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Хочется спросить у вас, узнать ваше мнение о произведении Анджея Сапковского «Ведьмак». Читали ли вы его и как вы к нему относитесь? Разумеется, читал. Это одно из моих вообще любимых саг фантастики, в частности. И если вы ведете к тому, почему у меня есть «Ведьмак Геральт» в другом мире, то, собственно, это был осознанный совершенно выбор. Чтобы потом не спрашивали, ну, сдирал я с тех, кто Сапковского или нет. Я совершенно открыто все это сделал. Анджея Сапковский об этом знает и разрешил мне использовать как имя, так и специализацию, похожую на его героя. Но поскольку он человек умный и текст мой читал, он видит, что тут практически только основной посыл одинаковый. А так это совершенно самостоятельные вещи. Так что, в общем, благословил меня на это дело. Все законно, все легально. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. И раз уже нас затронули тему дозоров, скажите, читали ли вы шестой дозор и как вам вот такое завершение всей этой саги? Увы, еще не читал. Просто некогда. У меня суматошная осень и суматошная зима выдались. У меня было, откровенно говоря, не до чтения. Ну, сейчас вот вроде все более-менее стабилизировалось. Наверное, прочту, куда ждеваться. Конечно. Скажите, подходите, не стесняйтесь, а то так все разошлись. Скажите личный вопрос. Вот вы отец, вы писатель, и ваши дети наверняка в школе, конечно, писали сочинения. Вы как писатель, у вас была такая вот обязанность, ну, вот ты, папа, писатель, ты, пожалуйста, вот и помогай нам. Либо вы садились и прям правили, самому хотелось прям вот это все развить. То есть развить эту черту в детях. Вот расскажите об этом. Нет, старшая дочь вообще ни разу ничего у меня не спрашивала. А средняя, вот она в этом году заканчивает школу, впервые в жизни дала мне почитать просто свое сочинение, и я там ей на пару мест указал, но дальше она решает сама уже, править, не править, делать, не делать. В общем, как-то не сложилось у меня учить своих детей писательскому ремеслу. Ну, вы бы хотели вообще для них такой судьбы, либо вы видите их в какой-то другой сфере? Знаете, самый банальнейший из вопросов. Я хочу для них той судьбы, которую они выберут, лишь бы все было нормально. Ясно. Тогда тоже следующий вопрос немного о семье. Вот у нас сегодня здесь выступал писатель Алексей Пехов, который пишет со своей женой в соавторстве. Вы относитесь к тому типу людей, которые считают, что в семье должен быть один творческий человек и просто надежный тыл в виде жены, либо вы считаете, что двое творческих людей лучше будут, как бы... Практика показывает, что возможны любые варианты. Просто у меня получился такой, у Пехова с супругой другой. По-моему, ни один из этих вариантов не лучше и не хуже, они просто разные, да и все. Спасибо. Так, у нас сегодня, смотрите, здесь такой косплейный ивент. Вы сами висите на каких-то сериалах, играх, то есть вот на чем-то вы прям вот могли бы нарядиться, прийти, и вот когда Даг Вейдер очень красиво ходит, и тоже вот так вот развлекаться. Вы сами больше всего что любите? Сериалы, игры, либо вот только книги? Из сериалов, кроме «Игры престолов» я вообще ничего назвать даже не смогу. Игры старые, цивилизацию не победить. Кто-то, да, здесь тоже ее любит. А насчет вот всяких этих костюмированных представлений, то я их просто не люблю как класс, поэтому сам бы ничего подобного делать не стал. Вы очень серьезный писатель, на самом деле, создаете свои миры и стесняетесь ходить в костюмах. Так, по-моему, я где-то... Честное слово, это не стеснение, это скорее лень. Где-то я, по-моему, видела руку. Нет, мне показалось. Друзья! Да, мне показалось, что кто-то хотел задать вопрос. Следующий вопрос у меня, я его задаю почти всем писателям, очень интересны их ответы. Хотели бы вы, чтобы ваши книги экранизировались, и если да, то каким бы вы были автором? Очень придирчивы, либо доверялись бы режиссеру? Ну, по-моему, только очень глупый человек, не хочет, чтобы его экранизировали. Тем более, что это дело материально очень интересное. Значит, а насчет, каким бы я был, да не знаю. Режиссеров, как правило, не сломаешь. Если он хочет что-то там изменить и придумать, то его не переубедишь никак в жизни. Поэтому, скорее всего, был бы отстраненным наблюдателем, и, скорее всего, фильм бы мне в результате не понравился. Вы бы не постеснялись сказать это в лицо режиссеру? Ну, а что тут стесняться? По-моему, правда, она обычно лучше, чем какие-то прогибы под реальность. А вам уже поступали какие-нибудь подобные предложения или пока нет? Увы, увы. Если здесь есть режиссеры, пожалуйста, не стесняйтесь. Друзья, ну что же, давайте не будем стесняться. Здесь же пришли люди, чтобы поговорить с писателями. У нас не так много времени. Будем стесняться. Хорошо, будем стесняться. Давайте тогда поговорим о вашей музыкальной составляющей. Вы не только писатель, вы еще и музыкант. Вот лично к чему у вас душа лежит больше? Вот когда вы играете музыку, либо вы пишете, где вы отдыхаете больше душой? Где у вас отдушина больше? Как это обычно и бывает, когда слишком плотно чем-нибудь занимаешься, то переключиться на что-нибудь другое всегда тянет и хочется что-то изменить. Я вот пауза в музыке была около 20 лет. Группа собралась 21 год спустя. Поэтому я с большим кайфом прекратил примерно на год всякую писательскую деятельность. Почти прекратил. И мы записали альбом. Но за этот год столько пришлось играть, записываться, изобретать что-то, писать песни. Что теперь я уже чувствую, что хочется отложить гитару и что-нибудь написать, какой-нибудь хороший текст. Не знаю, ведьмачка какого-нибудь еще одного. Ну, сами понимаете, заниматься одним и тем же рано или поздно все равно надоест. Когда переключаешься, вот все. Ну, а если у вас спрашивают, вот себя характеризовать одним словом. Вы писатель или музыкант больше? Как бы вы сами себя поставили? Пишущий музыкант или музыцирующий писатель. Скажите, пожалуйста, немного, вот в страничке на Википедии под ваше имя и фамилию, отчество, в скобках стоит еще ваш псевдоним Воха. Расскажите немного о нем. Куда он появился? Это обычное сокращение имени Владимир, точно так же, как Александр, Саша, Владимир Воха. Если честно, у нас просто, видимо, Беларусь это не распространено. У нас так Вох не называют. Ну, на юге, видимо, так, это вот при Черноморье, там это встречается. Не могу сказать, что очень широко, но встречается. И вот я, например, когда учился в ПТУ после школы, то я там был не единственный Воха. Вы пришли в писательский, так сказать, бизнес из, ну, в общем, из железнодорожного. Есть ли у вас, вот иногда, вам кажется, что если бы вы не стали писателем, вы бы прям стали очень крутым железнодорожником и вообще, может, даже начальником какой-нибудь железной дороги всей Украины? Либо вы поняли, что это, наверное, вот была ошибка и надо было получать другое образование? Честно сказать, к железной дороге я имела отношение достаточно опосредованно. Я работал на АТС, на телефонной станции, но она просто была железнодорожная при железной дороге. Вот и все. И вообще-то я по образованию регулировщик радиоаппаратуры и приборов, соответственно, вот была моя специализация. Но я достаточно быстро понял, что это не мое, условно говоря, из там десяти каких-нибудь сломанных телевизоров починить удавалось в лучшем случае один-два. А сейчас? А сейчас есть специально обученные для этого люди, которые делают это лучше меня. То есть всем должен заниматься профессионал. Поэтому, когда я понял, что у меня это получается плохо, просто прекратил этим заниматься. Но ведь в итоге профессионального образования писателя вы так и не получили, правильно? Ну, как вам сказать? Чинить телевизор, тут результат виден и очевиден. То есть либо починил, либо нет. А когда ты что-нибудь написал, то трудно сказать. Одним нравится, другим не нравится. То есть это та область, где нет каких-то абсолютных критериев. Видимо, поэтому тут и прижился. Следующий вопрос тоже из области музыки и писательства. Вот мы сейчас находимся на такой конвенции для писателей, читателей и так далее. И все знают, что есть еще и такие большие, огромные фестивали для музыкантов. Вы посещаете такие фестивали? Вот что-то типа Вудстока, но чуть пониже ранга. За последние несколько лет мы с группой нашей постоянно ездили на фестивали байкеров, бенциклистов в качестве просто группы, которая выступает во время этого фестивала. Вы еще и байкер? Нет, нет, я не байкер. Просто байкеры любят хард-рок, а мы играем хард-рок. Соответственно, нас там встречали и очень радостно. А байкером не собираетесь стать? Ну, мало ли, они такие взрослые, серьезные дяди. Я в другую область, я ехатьмен. Так, друзья мои, я еще раз вам... Да, пожалуйста, девушка. Здравствуйте, я читала вашего ведьмака из Большого Киева, и мне очень понравилась книга. Но знаете, вот, когда я прочитала ее, было заметно, что вы показываете механизмы как нечто злое, как какое-то действительно вселенское зло, как монстров. У нас на конвенте представлено очень много стендов, которые связаны с новыми технологиями. Как вы относитесь к новым технологиям? Ну, вы поймите, что, так сказать, демонизация механизмов – это условность конкретно данного этого мира. И она присуща, собственно, именно этому миру. А сам я отнюдь не считаю механизмы злом и с удовольствием пользуюсь всем, чем попало. Соответственно, ну, как бы так коротко сказать, не надо проводить параллель между писателем и его персонажем. Если персонаж думает так, то это не значит, что писатель так же думает. Хорошо, спасибо большое. Ведьмака мы бы почитали. Спасибо. Спасибо, и вам на добром славе. Стесняются. Хорошо, продолжим. Кстати, раз уж мы про ведьмака заговорили, вы в компьютерную игру играете? Ну, да, я знаю, что игра существует, но я люблю стратегии. Стратегии? Да, поэтому ведьмака даже не пробовал. Следующий вопрос. Если это не секрет, расскажите, над чем сейчас вы работаете? Какой уж тут секрет? Пару лет назад вышел роман «Два заповедника». Ну, тот, кто читал, легко поймет, что это не роман, а полромана. Вот сейчас я пишу вторую часть, заключительную, соответственно. Называться будет, скорее всего, «Имаго». А вы сами зарегистрированы на форумах, ищете ли о себе информацию, читаете ли? Если вдруг чего-то не очень хорошее прочитали, расстраиваетесь или нет? И вообще вступаете ли в дискуссии? Если расстраиваться по каждому поводу негатива, то есть давно уже надо было утопиться, там, застрелиться, зарезаться и так далее. Просто за те 30 лет, что я занимаюсь писательством, просто удалось уже отрастить вот такой толщины бегемотию шкуру. И давно уже не принимаю близко к сердцу какие-то такие неприятные вещи. Они будут в любом случае, будь я там белый и пушистый, будь я или злобный, там, или страшный. Все равно кто-то будет говорить, что это хорошо, кто-то будет плеваться и ругаться. Это жизнь, надо ее принимать такой, какой она есть. Ну, а по-первости расстраивались? Может быть, вступали в дискуссии, там, в сети баталии, разворачивались? Безусловно, будучи молодым, обычно, так сказать, больше эмоций. Ну, я человек такой достаточно резкий еще. Ну, сейчас поспокойнее стал. В общем, я считаю, что это правильно. Отрастили броню, стали, как черепашка-нидзя. Ну что, друзья, еще вопросы есть? Подходите, не стесняйтесь, потому что будем скоро заканчивать. Стесняюсь, не хотят. Тогда, сегодня я знаю точно, что здесь находятся люди, которые пока на уровне блогов, на уровне интернета пытаются стать писателями, пишут какие-то свои параллельные, свои романы, и они приходят сюда за советом, ну, от мэтров, от людей, которые могут уже этим зарабатывать. Когда к вам приходят такие люди, наверняка такие приходят, к каждому писателю, что вы им в первую очередь им советуете? Именно чтобы стать писателем, чтобы зарабатывать этим деньги, а не просто для души писать? К сожалению, сейчас наступило такое время, когда зарабатывать деньги писательством становится практически невозможно. А вообще, то есть если есть желание писать, то есть один только универсальный совет, он очень общий, правда, это не останавливаться. Не прекращать работать, несмотря на весь негатив, который льется, несмотря на ошибки, только в том случае, если вы будете все время двигаться вперед, у вас есть шанс что-то сделать. Если вы остановитесь, все, шанс исчезает. А в остальном, просто каждый пишущий человек настолько индивидуален и неповторим, что никто просто не в состоянии дать какого-то более-менее отдельного совета. Потому что применить его, ну, кто-то применит, и это ему поможет, а другой, наоборот, может какой-то вред себе нанести. В общем, никого не слушайте и не останавливайтесь. Хотя, вернее, даже неправильно, не так, не то, что никого не слушайте. Слушайте все, но не надо считать услышанное догмой и следовать этому слепо. Поступайте так, как считаете нужным, и не останавливайтесь. Скажите, а вы сами вообще человек электронных книг, либо бумажных? Есть ли у вас электронная читалка? Как вы относитесь к пиратству, которое во всемесно гуляет в сети? И вам приятно, когда скачивают ваши книги, или обидно, что их не покупают? Вот, как сказать, у меня, честно говоря, нет никаких особых эмоций по поводу того, что книги скачивают. Просто это данность, и все равно, что обижаться на камень, который споткнулся. То есть, да, естественно, я бы предпочел, если бы мои книги покупали, а не скачивали так. Но я знаю, что это невозможно. Кто-то купит, а кто-то скачает так. Я бы был доволен, если бы ситуация была такая, когда человек может заплатить, и он платит. А если человек действительно не может заплатить, чтобы у него все равно была возможность этот файл скачать бесплатно. А у вас самого есть электронные книги? Вот буквально месяц мне Кум подарил свою старую. Вот я начал читать и обнаружил, что это действительно удобно. В поезде вместо стопки бумажных книг можно взять одну читалку и все. Скажите честно, вы скачиваете городские книги, либо вы их, честно, покупаете? Понимаете, у меня за те годы, что книги электронные не было, скопилось такое количество текстов, что мне нет нужды что-то скачивать, у меня практически все есть. Ну что, не появились у нас новые вопросы? Нет, стесняетесь все. Нечего вам спросить. Подходите, пожалуйста. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, с какого... Подойдите ближе, пожалуйста, если не сложно. С какого произведения стоит начать ознакомливаться с вашей литературой и мирами? С любого. Уверены? Все люди разные. Я понятия не имею, что вам понравится и понравится ли вообще. Единственное, что хочу заметить, если вам не понравится первое попавшееся, не думайте, что все остальные такие же. Другое может быть совершенно не похожим совсем другим. То есть не понравилось одно, попробуйте что-нибудь еще. И это, кстати, касается не только меня, это касается абсолютно всех писателей. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Вы говорите, что сейчас писательством срабатывать все сложнее. А что изменилось? Технологии, интернет или что-то еще? И публика перестала читать. Бумажные книги перестали продаваться. То есть объемы продаж такие, что прожить на отчисления просто нереально. Спасибо. А думаете ли вы, что эта тенденция так и будет продолжаться? И каждому писателю в итоге нужно будет иметь какой-то свой свечной заводик, чтобы не прогореть? Ну, собственно, эта тенденция не то, что будет продолжаться. Все, это уже свершившийся факт, что писательством могут жить только топ-авторы уровня, там, Лукьяненко, Мартина, Стивена Кинга. А остальным, в общем, да, действительно, надо иметь какой-то совершенно независимый источник дохода. И, кстати, когда он есть, пишется намного легче и спокойнее. Кстати, по поводу писательства. Я знаю, что некоторые писатели во время работы над произведением уезжают, ну, что называется, на Гуа. То есть они вот погружаются полностью в эту атмосферу рабочую. Им все мешает дома, их все везде раздражает, так все мешает работать. Как у вас в этом случае происходит? Ну, в принципе, у меня последние годы дом был так организован, что мне ничего не мешало. Главное, чтобы меня только никто не трогал. Но не посылал в самый ответственный момент в магазин за колбасой. Поэтому я чаще всего работаю просто по ночам, когда все спят. Это был следующий вопрос, что, да, действительно, ночь – это такое время писателя. А если вот, что называется, ну вот не прет, ну нету музы, не хочу ничего, ни двух слов, вы приверженец той теории, что нужно все равно сидеть и прям вот трудом, потом и кровью выбивать или нет? Нет, 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 я ни в коем случае не приверженец такого подхода. Не пишется, не надо мучить, так сказать, себя. Отложи, возьмись завтра, да и все. Друзья, еще вопросы, подходите, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Не знаю, вам, наверное, этот вопрос не раз задавали, но какую из своих книг вы считаете самую лучшую? Еще не написанную. А из написанных? А из написанных у вас дети есть? Не, не, не. А вот когда будут несколько, вас спросят, кого из них больше всего любите? Вот примерно из той же оперы вопрос. А из других авторов? Из других авторов я очень люблю Сапковского, очень люблю Дивова, очень люблю Александра Громова. И в последнее время Джорджа Мартина. В последнее время его все любят? Ну, Мартина давно, кто помнит Песчаных королей, тот поймет, о чем я. Но вот своими престолами он меня внезапно вернул, так сказать, в мир фэнтези. Я фэнтези не читал, наверное, лет 20 уже. Спасибо. Спасибо, да, подходите. Добрый день. У меня вопрос, наверное, скорее так, к человеку, просто не к писателю. Вы говорили об Песчане сейчас в Песчане. Простите, одну секундочку, одну секунду. Это, да, имперский марш. Я попрошу всех стать. Это Ким. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас совершается круг почёта по всему нашему залу. А вот теперь подходите, да. Спасибо большое, что подождали. Итак, по покупатке печатной литературы. И меня, в принципе, к библиотеке интересует Ваше отношение к кому. Как Вы думаете, что ждёт вообще библиотеки в будущем? Просто профессор, очень интересно. Спасибо. Честно сказать, не знаю, что ждёт библиотеки в будущем. Практика показала, что из меня предсказатель совершенно некачественный. У меня сестра родная тоже работает в библиотеке, в иностранном отделе. Но, в общем, наблюдая за ней, могу сказать, что никаких особых перемен не предвидится. А так вообще поживём, увидим. Не знаю, честное слово, не знаю. Но сам Вы в библиотеки не ходите? Ну, почему же не хожу? У Вас есть библиотечная карточка? Вы приходите и всё? Да. Честно, в срок отдаёте? Значит, я, как сказать, давно не брал книг просто почитать, поскольку у меня есть что читать. У меня у самого огромная библиотека. Но иногда нужна некая справочная литература, которую невозможно добыть даже в интернете. И приходится ходить, поскольку библиотека, где моя сестра, это областная библиотека Николаева, самая большая, соответственно, там находится всё. Но, честно сказать, последний раз обращался года два назад, с тех пор, как нужды не было. Ну, и ещё один маленький, так сказать, повод, по которому мне приходится бывать в библиотеках. Просто приглашают выступить там перед детьми, перед читателями и по такому вот поводу в библиотеках бывают. Пока я не вижу каких-то причин, по которым бы это угасло, там прекратилось или что. Кстати, вот смотрите, я живу также ещё и в Москве, кроме Николаева иногда. Там на детской площадке просто стоит шкаф со стеклянными дверцами, называется библиотека во дворе, муниципальная инициатива. Каждый человек, любой, может прийти, взять любую книгу или положить любую книгу. И, в принципе, за несколько лет, когда это существует, никто этот шкафчик не сломал, никто эти книги не растащил, не разорвал, не пустил на растопку. То есть, но наименования книг меняются. Я вот с точкой ходил гулять и видел, что движение есть, то есть книги там не просто стоят на вертовом грузах. Может быть, это ответ? Возможно. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Подходите ещё. Да, пожалуйста. Здравствуйте, я ещё хотел спросить. Часто можно услышать, когда говорят, например, вот там автор сказал то-то, то-то, или там поддерживает там это, не буду читать его книги. Вот мне интересно, как у вас получается разделять авторов и их книги? Вы вот многие знаете лично, например, когда автор там не нравится, а книга нравится или наоборот? Надеюсь, что получается. Потому что есть люди, с которыми я стараюсь не общаться, но продолжаю с удовольствием читать. Я не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть, ни одну, ни другую сторону. Но это идёт, наверное, уже от рассудка, а не от сердца. То есть, это жизненный опыт подсказывает. Когда не надо дёргаться, то лучше не дёргаться. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Подходите ещё. Есть вопрос, у нас скоро заканчивается время. Собственно, тогда следующий вопрос. То есть, вы считаете, что писатель, по большому счёту, должен быть аполитичен? Всё, что он хочет сказать, он говорит своими книгами. Почему же он должен быть аполитичен? Писатель должен быть человеком в первую очередь, а писатель – это его профессия. Один человек может быть аполитичен, другой человек, наоборот, не мыслит себя без политики. Нет ведь универсальных рецептов на всем. Кто-то любит там свиной и хрящика, кто-то по поводу дочку. Соответственно, я не могу давать универсальных ответов, советов и так далее. А вы сами, кстати, активны пользоваться соцсетей, в частности, Фейсбука, например, ВКонтакте, Инстаграма. Вот эти все фишки вас не обошли? Нет, не особенно. В Фейсбуке я вообще не понял, что там происходит. Посмотрел, закрыл и больше не вижу. Я живой журнал давно достаточно там присутствует. Ну и плюс есть еще какие-то там ВКонтакте-одноклассники, но это в меньшей степени. У нас наиболее близкие друзья из массы городов. У нас просто в скайпе там внутренний чат. И мы как будто и не расстаемся все эти годы там. Поэтому соцсети скорее в режиме чтения, чем в режиме написания. Ясно, спасибо. Друзья, нас еще осталось буквально минут 10, так как Дарт Вейдер прошел, это был небольшой сигнал. Поэтому не стесняемся. Если есть вопросы, лучше их задать сейчас. Стесняемся. Что, нету? Нету. Хорошо. Тогда продолжу я. По поводу, опять вернемся к музыке, потому что не так часто встречаются и писатели, и музыканты одновременно. Ваши три кита в музыке. То есть вот там три группы певца, композитора, либо там коллектива, которые вот сто процентов всегда будут в вашем плеере, в вашем компьютере и никогда не разонравятся. Есть такие? Я почему-то была уверена, что Диперпл здесь будет. Не знаю. Мне так показалось. Спасибо большое. Давайте тогда заканчивать, потому что скоро здесь будет новая встреча. Большое вам спасибо за интересную беседу. Сейчас на стенде у Гены, если я не ошибаюсь, будет автограф-сессия. Все правильно, да? Поэтому сейчас там можно будет приобрести и книги, и получить автограф от писателя. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы. И аплодисментами давайте поблагодарим нашего писателя. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Читайте фантастику. Спасибо, ура.